Меня зовут Анна Медведева, я работаю в Центральной городской библиотеке, и для меня достаточно такой странный две вещи. Во-первых, вообще 80-летие Бродского, то есть так или иначе, я всегда в это время думаю, как бы он отнесся к этому чествованию, к этой памяти. Не знаю, мне почему-то кажется, что хорошо. Ну и странно, что вот так сломались планы, потому что я хотела в это время быть отнюдь не в Нижнем Новгороде 24 мая, а в Санкт-Петербурге, в тех местах, которые пешком прошел за свою жизнь Иосиф Александрович, в этом городе, и по этим каналам, и в Новой Голландии, и так далее, и так далее, и так далее. Но так не получается, поэтому мы будем надеяться, что этого больше не повторится, что когда-то дороги мои все-таки приведут меня снова в те места. Что в моей памяти хранится? Он появился в моей жизни в 90-м году, и это было, что называется, самое время. Да, волшебник никогда не приходит не вовремя. Я помню хостел на окраине Копенгагена, где студенты из разных городов и стран вечером просто сидели в общем зале и разговаривали. Там были итальянцы, там были американцы, там были мы, и тогда же там зазвучало стихотворение Бродского. Один человек его начал читать, другие подхватили, и так мы прочитали его целиком. И для меня это было откровением, потому что до Бродского со мной мало кто так разговаривал. И это было стихотворение очень молодое его. Воротишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому опять в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина. Смотри в окно и думай понемногу. Во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному. И тебе пешком шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных. И вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. Я не то, что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Скорей бы пришла зима и занесла все это. Города, человеков, но прежде всех зелень. Стану спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу, пока мест остатки года, как собака, сбежавшая от слепого, переходит в положенном месте асфальт. Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, и слюна во рту слаще, халвыше раза. И хотя твой мозг перекручен, как рул барана, ничего не каплет из голубого глаза. И при слове «грядущее» из русского языка выбегают черные мыши, и всей оравой отгрызают от памяти лакомого куска, что твой сыр дырявый. После стольких лет уже безразлично, что или кто стоит в углу за шторой, и в ушах раздается не неземное дуа, а ее жужжание. Жизнь, которая, как даренные вещи, не смотрит в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человечества нам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду светить в облаках лейтенантом неба и прятаться в тучи, заслышав гром, не видя, как войско поддательском ширпотреба бежит преследуемый пером. Когда больше нет ничего из того, что было, неважно, берут вас в кольцо или таблиц, так школьник, увидев во сне чернила, готов к умножению лучше любых таблиц. Если за скорость света не ждешь спасибо, то вечного может небытия броня ценит попытка ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня. Спасибо.